Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описать их к этим работам. Жан-Агюст Доминик Энгер. Портрет Инесс Муатесие. 1856 год. Холст масла. 120 на 92. Жан-Агюст Энгер прославился как портретист, хотя сам считал портрет низшим жанром в сравнении с исторической живописью. С 1806 по 1824 год он жил в Италии, изучал античное искусство и творчество художников Возрождения. Когда банкир Муатесие заказал Энгеру портрет своей жены Марии Клотильды Инесс, он отказался от работы, но позже, увидев молодую женщину, был покорен ею и взялся за картину. Можно и предположить, что Муатесие представлялся ему олицетворением классической красоты. Однако произведение не было закончено сразу. Мастер дописал портрет через 7 лет. Судя по всему, создавая этот холст, Энгер вдохновлялся образцами Ренессанса. Поза модели очень близка к положению богини на римской фреске. По первоначальному замыслу автор хотел запечатлеть и дочь Инесс, Катерину, но к моменту завершения портрета она повзрослела, и Энгер отказался от неизбежного анахронизма. Прежде чем был закончен этот портрет, Энгер создал другой портрет Инесс. Он находится в Национальной галерее искусства Вашингтон. На нем она изображена в рост и также представлена как идеал античной красоты, но модель пополняющая. Вот такое описание к работе портрет Инесс Муатесие, автор Жан-Агюст Доминик Энгер, 1856 год, текст по книге Великие музеи мира. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok